Здравствуйте, в эфире новости из Венгрии на телеканале М1, я их ведущая Дарья Фоменко. Коротко о главных событиях дня. Газоснабжение в Венгрии было и будет гарантированным, заявил статс-секретарь МИДа по развитию двусторонних отношений. Тамаш Менсер подчеркнул, самый главный вопрос в Европе сейчас не в том, сколько нужно будет платить за газ, а в том, хватит ли его вообще. Он добавил, уровень заполненности хранилищ газа в Венгрии к осенне-зимнему периоду будет удовлетворительным. В войне в Украине больше всех теряют дети, заявил министр иностранных дел Венгрии в Нью-Йорке. Петер Сиярту подчеркнул, война в Украине идет уже 146 дней, за это время Венгрия приняла уже 840 тысяч беженцев. Большинство из них это разлученные семьи, матери с детьми. Министр подчеркнул, единственным решением является мир. Все зарегистрированные молодые люди уже получили работу в рамках летней программы для учащихся, сообщило Министерство промышленности и технологий. Большинство школьников и студентов в возрасте от 16 до 25 лет помогают муниципалитетам. Многие устроились в ресторанный бизнес, и три четверти их зарплаты покрываются за счет правительственной программы. В сообщении также говорится о том, что молодые люди до 25 лет освобождены от уплаты НДФЛ. После двухлетнего перерыва снова открыли свои двери летний университет и студенческий лагерь в трансильванском местечке Тушнатфюрдо. Основная концепция не поменялась даже во время вынужденного перерыва из-за пандемии. Среди приоритетов по-прежнему значатся не только важные политические и общественные проблемы, но и культурные и развлекательные программы. В субботу пройдет традиционный политический форум, где с лекцией выступит премьер-министр Виктор Орбан. Главный санитарный врач объявил предупреждение третьей степени ввиду наступления аномальной жары со среды до полуночи субботы. Ожидается, что в эти три дня средняя дневная температура превысит 27 градусов. Специалисты просят всех соблюдать питьевой режим и с 11 утра до трех дня по возможности находиться в тени. Во второй половине недели столбик термометра приблизится к 40 градусам и не опустится ниже 20 даже рано утром. На этом у меня все. Благодарю за внимание. Увидимся завтра в это же самое время. Берегите себя и своих близких. До свидания.